приветствую вас друзья с вами назар и мы продолжаем играйте в европе 44 за за османскую империю вот завершилась у нас война против австрийцев можно сказать и так вот такие вот итоги войны в общем богемия разжарела 4 права взяла она взяла линц и осмарк от австрийцев она взяла вен от венгрии оденбург и пресбург нам отдала вот здесь торнов от польши и тут одну пробку от венгрии ну и там немножко деньжат ну вот больше тут ничего такого особо интересного нету ну то что протестантство становится официальной религии в империи то есть теперь австриец никак я думаю не станет императором ну разве что он сменит религию но не знаю что тут будет скорее всего что богемия будет императором можете не богемия может ну посмотрим тут сначала стал с почему-то возможно это был один из ну как бы с она творить бы курфюст или нет и не знаю если честно говоря я не знаю в общем смысл вот такой к сожалению дип веса мы не получили потому что у нас только франция может быть соперником вот такая вот фигня ну и все 30 агрессивки боемия за за 4 провод 300 агрессивки нормально а я вот тут в этой долбаны индии тут брал две правы тут еще какие-то он тут дешевый вообще от получал 70 а там в империи почти шну да вот две правы имперские тут 30 справедливо тут немножко не хватило было бы очилка на потери там есть участвовать в войне в которой будет по одному миллиону потерь с каждой стороны сожалению не получилось ее взять вот такая очивка рандомная не получилось то не получилось ничего страшного там нету тут фабрикуются на все я конечно ну мне нужно вот я никак не могу привыкнуть к тому что когда у меня есть свободный дипломат сразу его отправлять фабриковать и на кого-то претензию сразу не ждать там пока что-то случится не случится сразу братья это делать я чё-то сижу и туплю и после войн получается хочется повоевать где-то а не можешь не получается можно было бы тут против допустим москвы я все войска увел вот в индию тут думал и тут скорее всего что будут сначала против джанпура у него конечно тут много союзников но тут просто есть против анкры тут и вид же и джанпур и антра и гарья ты там это слишком дохрена получается не знаю потянули я такую войну сейчас не наверное потяну но это будет ад так что я не хочу этого вот против джанпура у него конечно тоже там союзников немало мултан вот этот синий синт вот этот коричневый антра кстати тоже там будет можно будет от нее тут взять пробку ну посмотрим так 078 тут по единички тут по половинке тут на 77 ну пока что делаем так тут меняет нам религию тавари смотрим вот здесь стоит этот центр реформации тут кидает но тут если так посмотреть тут основному в империи и протестантство доминирует так что тут такое дело то британия союз тебе британия и пальцы так венеции покинула что там в 600 выше нуля нет не выше нуля но ну ну просто воевать не знаю почему она покинула тут агрессивки пошло тоже благодаря ну тут взял тут 2 права тут еще 2 да я агрессивка пошла на меня конечно чем нельзя взять болит на франции сколько а не сколько потому что мы союзники на нее идет мало агрессив очки можно противенец и сушки а что если там блин нет дипломата ладно пусть доделают там эти претензии все можно тут вернуть потом обратно но пусть будет так спешить пока что некуда ну как бы есть но ладно крым можно будет тоже присоединить присоединить ну да тут смысл без толку и выдержать ничего нам тут такого не дает супер-пупер хорошего так и где-то тут хотел себе сделать еще владение 15 так себе если честно говоря 6 7 1 22 тут наверное а полость до 13 4 ну ладно не буду пока что ничего делать тут конечно не повезло не повезло византию можно было бы забрать леньки хочу сюда так что здесь давайте армии будем сюда вот так ставить клония потихонечку потихонечку растет пусть растет пожелаем ей удачи португалия тут немало так хапнула уже не вижу тут наш завершил экспедицию управляем его дальше вот логическое побережье сейчас он откроет нам тут полностью посмотрим кто есть кто у исху как говорится тут кто норвегия тут все поровну имеют и сн2 два волоса и вот тальденбург два волоса и боями 2 только норвегия они бренненбург гейм а черт норвегия делает не знаю интересно интересно то 33 крысилки ну упадет никуда она не денется неаполитанские тоже вас станут тоже никуда не денутся так можно поддержку взять от веночки 75 году тут у них какие-то свои разборки пусть и разбираются конечно так надели вроде бы уже можно сабриковать на что будем брать ну вернее на лохор ну чисто так чтобы было претензии здесь чтобы если что можно было объявить войну так они уже они уже не воюют ни с кем можно конечно повоевать смолвый союз у них хотелось бы конечно здесь сначала тут взять максимум что смогу тут еще нужно ждать конечно же ладно давайте я поставлю на паузу пока что серию когда будет возможность когда будет война тогда и продолжим ну что ж продолжаем сабриковалась претензия на джинпур так что мы будем против него воевать вот синта отказывается ну и замечательно меньше проблем смолтаном тут мы быстро разберемся анхра ну анхра далеко непонятно куда когда она подойдет сюда так что объявляем войну джинпуру конечно не так получилось как хотелось ну фиг с ним не беда не беда вот так ты давай сюда заходи дорогой мой дружок так это меня 4 там короче нету здесь у меня осадного нет у меня здесь вот этого генерала не генерала а армия в которой там еще было 4000 пушек вообще нужно здесь подобавлять можно было конечно между ну в то время когда я тут сидел ничего не делал но для меня это слишком сложно планировать наперед хорошо наступаем антра тут еще непонятно дойдет до нас не дойдет ну если малого даст кому-то проход туда идет если нет то разве что через флот так отлично как раз таки у нас колония новая еще мяс и поздравляю это наша первая колония хорошо погнали дальше ну будем идти наверное вот тут по очереди скорее всего что будем делать так также снял статус марк из крыма буду его возможно когда-то присоединять ну снял тут правда 960 так что не знаю буду я не буду за вот эту фигню и тут 60 платить это конечно адски адски просто адски возвращаемся к нашим баранам то есть джинпуру тут и пройти наверное не могу да не могу никак вот кто тут по любому бы оккупировала тут тут вообще без варианта потрясение династии отрыцать конечно фабрикуют на нас все кому не лень и кстати появилась возможность выбрать соперника теперь я взял великобританию британцы гостей да британцев надо надо немножко усмирять а то они что-то слишком слишком разогнались так сколько у них там линкоров 13 чё так мало у него наверное техи получше тринадцатая так у меня вроде бы да у меня тоже у них такие же корабли военные как и у меня просто две тихие еще братья тут пока возьмешь ее так открыто достижение traditional player это вроде бы традиции а морские традиции 90 ну это наверное за счет того что вот здесь следуется они поднимаются прикольно видел тоже сдал за эту ачивку что-то думал что не возьму никогда потому что никогда на флот внимание не обращал а вот получается нежданно негаданно сами ее дали ну вот это лично плеер хорошо теперь нужно подумать куда мне нужны претензии мне нужно претензии на тело потому что она тоже сеть дальше так там есть принципе особо ни на кого не надо на москву тоже по идее не надо тут все равно могу объявить войну там этих десять процентов скидки это это конечно круто но я наверное обойдусь без них то разве что на аман можно взять чтобы вот тут было дешевле и закорить десять админочков сэкономить на синт можно сделать но него у меня тоже нету да давайте на синт сделаю но правда я тут после этой войны в этом регионе особо то не буду воевать на ферпе тут бесполезно на феодора то тоже его не буду брать ближайшее время тут в европе тоже особо то не хочется куда то лезть на португалию хотя на португалии мне уже делается на костилию разве что да пусть будет на костилию у меня там где бы и уже есть одна но что-то было на ли он вроде бы есть да на ли он есть тут мурсию бы взять чтобы отрезать их тут от моря посмотрим короче британцы будут забирать наверное там где-то на юге в америке провочки колониальные так тут парни подтягиваются потихонечку так сначала пропустим странно что джинпур даже к нам не подводит армии у него тут была война такая нехилая я тут видел они воевали может у него там проблемы я тут вижу сепаратисты тоже могут восстать давайте подведем сюда армию чтоб беды не было а тут крепость а тут есть крепость тут я не смогу пройти брать проход разве что через да и можно взять далее нас вообще любит так еще немножко еще немножечко карты свороем ну там наверное вот эту зиму пробку сколько а то четверка тут что у нас тридцатка вот это блин дорого тут не получится пока что взять ну вот это тоже было бы неплохо так нюх индийского может давайте уже потихонечку северо-запад нет ничего далеко юго-запад а юго-восток есть запад индийского давай африку будем пока что исследовать тут по открываем и теперь их есть хотя бы лимит больше для содержания наших этих генералов и адмиралов юх атлантики ну давай вот это мне нравится это мне очень нравится ну пойдем столицу сразу так еще чуть-чуть еще чуть-чуть давай возьми тут бы тоже было неплохо тут крепость надо брать тем более дешевое право красавельчик давай сюда британцы спонсирует милан почему-то милан даже войны нету почему-то спонсирует так тут война урубина ну не война а сепаратисты но я думаю он справится должен по идее справиться я не разрывал союз там конечно можно разорвать ну не знаю пусть будет на всякий случай пусть будет мне по идее не нужен этот союз совершенно но с бретонцами тоже бы как-то тоже будут лепить эти свои колонии мне вообще не надо вообще так можно похитить карты португалия только но вот на что мексика есть есть нельзя колумбия 23 можно и колумбию почему бы и нет тут на море сами по открываем миссисипи тоже нельзя миссисипи тоже нельзя не знаю что тут происходит ну тут такая простенькая война так что ждем сидим скучаем взялись как-то быстро падают их крепости очень очень быстро так тут по нему так идем сюда них что вообще армии нету где их армия может она где-то это но у них есть армия по-любому такая немалая что она где-то у меня что-то там берет может такое и быть я даже не заметил либо где-то сидит застряла либо где-то не знаю где но через по-любому придется брать проход чтобы сюда выйти в андхру а вот и она вот и она что сейчас отправим туда две армии своих надо разбивать его чтобы он не забрал мне эту пробу я эту пробу конечно не буду брать но пусть будет военном еще за счете зачтется так сказать так коренек давай сюда у него какая теха двенадцатая вообще отсталой скоро пятнадцатая будет но я ее брать наверное не буду чтобы не было там дисбаланса в технологиях иначе будет коррупция расти так правитель наш содержание наемника у нас 25 хорошо сразу убегает понял что тут что то не так что то тут не так пусть убегает значит эту армию здесь оставим вот против нас какой у них там одни торговцы торговцы но стандовой сюда пока что посмотрим что там есть и давайте-ка закажу себе немножко карак то просто непонятно когда я там смогу еще взять эту технологию пять штук вот так чтобы их улучшить потом будет попроще не просто очень долго строится полтора года где-то сколько теперь лимит 1200 до перенесу армию перенесу армию он идет к нам хорошо пусть идет еще одна правка взята ай да дипломатуса нету давай отсюда домой малого-малого-малого попросить проходу войск сейчас будем просить нужно контр и продвигаться продвигаться можно и с него ром повоевать будет но лучше уже с гудера там получить тут проход так взяли этих 25 месяц на фигасе там цены увеличится уменьшится уменьшаем уменьшаем но технологии нужно попасть на боевой духу он нашей армии так хороший так сколько там вообще сейчас минус 6 прошу хорошо 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 тут джунгли везде наверное тут холмы тут ничего и тут тоже ничем конечно взяли ну по идее можно их вообще выбить давайте посмотрим сколько она стоит и стоит ли это делать тридцатка это мой низ мест 18 18 ну я думаю стоит вот так сделать вот и этот участок фронта так сказать нам больше не нужен так делаю хорошо хорошо вот этих ребят на сюда этих пока что сюда потом посмотрим а еще с этими воюем так что то вот не в основном требованиями из 20 процентов ух блин только в 85 но это пусть повисит здесь повисит это очень хорошая штука агрессивка минус пять процентов ну не так уж много но и немало ух да вот 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 тут равнина вроде бы да да тут равнина значит тут можно будет атакнуть что там военные похоже уже возможно ее взять не особо то хочется если честно столько переплачивать но мне просто напросто некуда и вкладывать эти очки но пусть еще собирается там еще соточка есть лимита давайте сразу вот так делаем они не могли убежать ох сразу уничтожили круто стоять запад северо-запад океанское побережье америки юг индийского давай сюда будем идти исследовать так а ты куда ты новонаси у нас и тоже можно напасть а тут что-то горят не помогает своим учетом тут еще крым бунтовался вот был у него большое желание свободы потому что там видите отозвала статус марки он ему это не нравится очень сильно блин да тут крепости берем прям как боженьки а то че не могу вообще никуда не могу зайти этот может этот не может ой они не поймали дальше куда будет стоп а это в кондотьер и думал виджей нагар против нас воюет незаметно вот этот зеленый флаг на фоне нашего зеленого фона синт вступает ты бен синт задолбал то вступит то выйдет то туда-туда то сюда как дитя малая не успеваю да ладно подождем 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 а если взять вот так тоже не могу зайти вот это блокирует меня здесь реально мне нужно набрать побольше пушек создать еще одну армию такую для осады вот этих маловато будет все воу-воу чувак полегче полегче так ну зайти то я могу только и вот так не хочу заходить давайте поставим его сюда стоит пусть там кукает арт холл вот этот мне не нужен так что ничего тут осаждать не буду так кажется но реально не дает вот эта крепость меня прохода тут вообще никак ну ладно и тут крепость не нужно иначе покидает умлюки покидает не вообще в кориции один синт городом одиночества хорошо отбивает быстро ну значит нужно сюда армия гнать не обойдемся без этого тоже сюда куда-то подгоним а то тут немножко так рискованно вот это все так оставлять формы сторонами за ним а сколько сейчас табу 200 поднять инфляцию меньше дешевле как раз уменьшим то все равно очков дофига давайте разочком меньше венец и уступает им тут вижу нравится туда-сюда прыгать против венеции надо забрать вот эти две права они мне тут часть денег забирают что пройти по-прежнему сюда нельзя похоже ну да нельзя дождемся пока подойдут под крепы можно и так попробовать атаковать ничего тут не случится страшного так ты ушел молодец молодец правильно уходи туда а я стану тут себе на осаду супер супер так ты пойди здесь обеспечь превосходство и тут надо бы раздать все-таки торговые компании от них там тоже какой-то какая-то прибыль идет вот не помню только идет ли от них торговцы типа если там набираешь вот от колониальных автономии там точно помню если ты там вроде бы 10 провинции сколько-то там берешь вот тогда тебе дают одного халявного торговца торговцы мне тут не помешают так 1500 2 500 4 сюда создал британ бритонец бритонец и куда же он дальше пойдет шел бы куда-то вот сюда вот прям чувствую что он где-то вот тут вылепит перекроет нам тут красивый такой путь прям чувствую пятой точкой туда весилка спала на всех так что можно нормально себе тут набрать ну как нормально то что влезет возьмем на любви он потеряли ничего не чувствую страшного с поляками так не будем воевать вот взять бы тут сразу полностью берег вот было бы хорошо так тут еще 60 очков можно влепить форсированный марш у них это крутая штука ничего сейчас мы немножко потратим здесь мы успеем до того как там под лимит зайдет урбина вот тут надо было тебя набирать столько прав тебя тут кошмарит так этот ступил потом выйдет потом стопит синт давай домой есть бляхал это армия она просто адская три осады 10 пушек залог победы так давайте посмотрим еще вот эту проволоку пусть он оккупирует посмотрим что мы тут сможем взять будем я думаю уже мириться так смотрим я хочу ради эксперимента допустим я беру вот так 2 про через него получаю 31 агрессивки да хорошо беру через сепаратный мир две проволоки получают то же самое значит тут вот так будем делать только как бы взять 40 50 получили нога 93 нормально против него не воюю паре мило ранивую по 50 по 90 а красота красота неземная нафиг нафиг мне вот это не надо будем тут как-то брать чтобы много не шло вот так хватит джон пор шестьдесят три она упадет тут вы за что вот эту крепость еще забрать нет слишком много получается давайте наверное тут не буду брать эту крепость а вот тут возьму вот так будет нормально ну как нормально то все равно дофига но хотя бы так нормально больше не буду репарации давай вот этот союз разорви обязательно ну и все я думаю ну да больше не надо корень естественно сразу все о не понял хочу за что типа вот за эту праву роли отчет не заметил правильно я же воевал за ну по претензии они по релиозным козы сбили и потому у меня тут взяли еще вот эту за эту праву но из-за этих тоже вот за этих две тоже взяли ну ладно не страшно колониста второго мы взяли так что без без проблем без паники без проблем тут еще осталось вот это тут еще осталось вот это лимит флота и козы сбили против примитивных наций берут кстати вот эту штуку нужно будет фабриковать теперь можно будет типа фабриковать даже если у тебя не будет там рядом провинции можно будет фабриковать но вот всяких индейцев и так дальше но уберут вот эту штуку неплохая но не знаю пока что не нужно ладно нормально все без паники как говорится так что будем на этом завершать серию спасибо вам за внимание с вами был назар всем пока всем всего хорошего до новых встреч в эфире